В Казахстане есть все необходимые для Южной Кореи критические минералы. Об этом на конференции в Сеуле сообщили представители Министерства промышленности и строительства Казахстана, представители Корейского института геологии и минеральных ресурсов Кигам подчеркнули, что страна нуждается в 33 критически важных минералах для развития промышленности и один из них – литий. Для производства одного электромобиля нужно 60 килограммов этого металла, а для смартфона – 6 грамм. В Кигам отметили начало успешного сотрудничества с Казахстаном по геологическому изучению недр. В частности, компании Южной Кореи обнаружили большие запасы лития на месторождении Восточно-Казахстанской области. В свою очередь, представители Минпромышленности и строительства Казахстана сообщили, что подтвердить богатые залежи лития можно будет только после начала геологоразведки. Лицензию на этот вид работ корейская компания, возможно, получит в этом году. В этом году планируется, что Кигам получит лицензию на эти работы и надеемся, что в ближайшее время эта информация подтвердится. Но если это так, то, конечно, это выводит Казахстан сразу на серьезные заявления уже к присутствию мирового рынка лития. На нашем запасе было порядка 70 тысяч тонн лития. Но, знаете, у нас запасы, она идет в советских временах. В советское время не было такой особой актуальности лития. Лития находили как? Искали медь, к примеру, находят медь, и параллельно информация есть там по литию. Так как не было, скажем так, в свое время финансирования на изучение лития в месторождении, оно такие информации было. Акалбек Жапаров Казахстан провел ряд двусторонних встреч с руководством СУАР, в частности, с членом полетбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР, секретарем партийного комитета Коммунистической партии Синьцзянь Уйгурского автономного района КНР Ма Синьцжуя. Кроме того, председатель кабинета встретился с руководителями ведущих китайских корпораций, посетил городской округ Хамии, где ознакомился с деятельностью крупной компании. В ходе визита также состоялось подписание двухсторонних документов. Кыргызстан предлагает все усилия для создания благоприятного инвестиционного климата и бизнес среды иностранным предприятиям, инвесторам и предпринимателям для ведения бизнеса, реализации совместных инвестиционных проектов. Инвестиции на территорию Кыргызской республики пользуются полной и безусловной правовой защитой в соответствии с законом Кыргызской республики об инвестициях. Открытость экономики, либеральный торговый и валютный режим, членство ВТО и АЭС – все это свидетельствует о том, что Кыргызстан является перспективной страной для инвестиций. Госдума России приняла закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсии работающим пенсионера. Депутаты проголосовали единогласно. С предложением вернуть эту норму выступил президент России Владимир Путин на ПМФ. Накануне вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании Госдумы заявила, что среднее минимальное увеличение пенсии по итогам индексации составит 1300 рублей. Пенсии будут проиндексированы с 1 февраля 2025 года. В дальнейшем индексацию планируется осуществлять дважды в год. Из-за финансовых, бюджетных ограничений в прошлые годы не проводилась индексация пенсии работающим пенсионерам. За это время вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей. Предлагаю со следующего года возобновить индексацию пенсии работающим пенсионерам. С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо. 75% всех рек Великобритании находятся в плачевном экологическом состоянии. Хуже всего ситуация у бассейнах в Восточной и Юго-Восточной Англии, включая Темзу. В отчете Организации гражданских исследований говорится, что качество воды ухудшается из-за нитратов и фосфатов из сельскохозяйственных стоков. Высокая концентрация элементов приводит к росту водорослей, бактериальной активности и снижению содержания кислорода. Это, в свою очередь, вызывает гибель флоры и фауны. Дополнительно, проблему усложняет рост сбросов сточных вод. По данным исследованиям, в прошлом году выявили почти полмиллиона случаев сливов. Это вдвое больше, чем в 2022 году. Власти Соединенного Королевства планируют очистить 75% рек к 2027 году. Однако, экологи полагают, что эту проблему вряд ли удастся решить. США возглавили рейтинг стран по индексу развития туризма. В пятерку лидеров также вошли Испания, Япония, Франция и Австралия. Однако, не все из этих стран рады большому притоку путешественников. Всемирный экономический форум опубликовал глобальный индекс развития туризма и путешествия на этот год. В основу рейтинга легли различные факторы. От развития транспорта и инфраструктуры до безопасности в странах. Ожидаемо в пятерку лидеры вошли Испания, Япония, Франция и Австралия. А вот возглавил список новичок – США. Соединенные Штаты превзошли мировых конкурентов по развитию транспортной инфраструктуры, воздушного сообщения и туристического сервиса. Кроме того, большим преимуществом стали масштабы страны с ее национальными парками и пляжами. Субтитры создавал DimaTorzok